Сегодня я расскажу вам о браслетах девчонок, откуда появились ключи и кто их создал, что будет если собрать все браслеты воедино, зачем они нужны повелителю и кто этот сам повелитель, а каким браслетом хотели бы обладать вы? Пишите в комментариях! Мультимир Шоу! Друзья, всем привет! Вы на канале Мультимир Шоу, меня зовут Виталина. Ребята, если вы еще не подписаны, быстро жмите на красную кнопочку внизу, тогда вы ничего не пропустите из жизни сказочного патруля. А теперь давайте начнем! Сегодня я расскажу вам о браслетах девчонок, зачем они нужны повелителю и кто этот сам повелитель. Как мы знаем, портал в сказочный мир открыт. Сказочный патруль вовсю гуляет по государству. Получается, что браслеты не играют важной роли, но все не так просто. Они все еще добавляют силу девчонкам. Давайте по порядку. В мире сказочного патруля существует 4 ключа. Ключ огня, ключ воздуха, ключ земли и ключ воды. Кстати, а каким браслетом хотели бы обладать вы? Пишите в комментариях. Мы знаем, что с помощью ключей можно запечатать портал в наш мир. И с первого сезона стало понятно, что ключи очень нужны Морку и повелителю. Морок несколько раз пытался украсть браслеты у сказочного патруля. Но в конце 22 серии темное зеркало, наоборот, сказала ему помогать девчонкам найти последний ключ. Почему? Расскажем дальше. В одной серии Едвига Петровна рассказала Аленке, что когда-то наш мир имел прямую связь со сказочным миром. Морок не мог подчинить себе мир сказок, потому что не обладал магией. Морок пошел к одному магу. Он его заколдовал. А потом Морок стал искать магические артефакты. Чтобы не допустить захвата мира сказок, хранители запечатали портал в мир сказок. А Едвига Петровна спрятала ключи. Кто-то остался в сказочном мире, а кто-то решил перейти в реальный. На самом деле проход можно открыть и без ключей, а с помощью погремушки, которая от родителей досталась Аленке. Но погремушка всю жизнь была у Аленки, поэтому Мороку нужны были ключи. У повелителя есть зеркало, с помощью которого он может связаться с реальным миром. Мы не раз слышали, что в сказочном мире происходит что-то страшное. Но когда туда пришел сказочный патруль, как будто ничего и не было. Все было обычно. Был сказочный мир. Все вокруг цветет, ходят сказочные существа, играет музыка. Странно. То есть сказочный мир не захватили темные силы? Я думаю, что Морок хотел отобрать у сказочного патруля ключи, чтобы они туда не ворвались и не спасли бы сказочный мир. Но в сказочном мире все прекрасно. Тогда зачем это нужно было повелителю? Если бы в сказочном мире было бы все плохо, туда пришел бы сказочный патруль. И если бы там было все плохо, они бы всех победили. А если бы они туда не пришли, то Морок мог бы взять ключи, и тогда зло прошло бы в наш мир. Но там все прекрасно. Но есть еще и другая теория, к которой мы вернемся чуть-чуть попозже. А пока вернемся назад. Откуда появились ключи и кто их создал, нам неизвестно. Информация о них есть в книге сказок из сказочной библиотеки. В этой книге содержится много информации обо всем волшебном. В серии «Се ковырком» Морок узнает информацию о ключе огня. А в серии «Подарок подземелья» о ключе воды. Но там написано лишь о том, где скрыты ключи. А также, что ими может обладать лишь тот, кто обладает схожей силой стихии. Мы еще не знаем, что будет, если собрать все браслеты воедино. Может быть тогда получится браслет, которым может обладать повелитель. А ключок впервые упоминается в сказочном патруле из серии «Как стать звездой». Отражают небо радужные краски, мы с тобою ищем ключ от нашей сказки. Распахнутся в двери, прилетит жар птица, чудеса бывают, это нам не снится. А в песне о Аленке из серии «Пророчества» слова. Зеркало пророчества, которое девчонки нашли в сказочной сокровищнице, дает смутные подсказки по местонахождению ключей. Например, Аленке оно сказало. «Скрыт в сундучке нерукотворном, своей стихией окружен. Кто обладает схожей силой, тому откроется лишь он». Мы знаем, что ключи хранились у Итвики Петровны. Потом, через много лет, она решила перепрятать ключ. Потом еще раз перепрятала. Потом еще много раз перепрятала. А потом перепрятала и забыла, где он находится. Это был обычный ключик от сундучка с ключами. Морок нашел этот ключик, забрал. И он притворился как бы лешим. А тем временем у Итвики Петровны были дела, и она взяла с собой сказочный патруль. И она рассказывает эту всю историю про Морока. Морок притворился лешим, взял этот ключ, нашел его с помощью Итвики Петровны. Она вспомнила, где он находится. Взял и улетел, превратился в птицу. И все поняли, что это Морок. И здесь такой смешный момент. Лежит за ним кот и говорит «Хватайте его! Хватайте!». И здесь раскрывается такой секретик. Морок превратился в кота. У Морка был сундучок. И у кота был сундучок с фальшивым ключом. И они начали драться. И кто из них кот настоящий? Непонятно. Морок улетел, хороший кот остался. Но настоящий ключ оказался у кота. А Морок улетел с фальшивым. Все хорошо сложилось. Если вы знаете, ребята, как ключи оказались в разных местах, пишите в комментариях. Первый ключ получила Аленка. Он ей достался очень легко. Она гналась за пряничным человечком. Здесь она оказалась в пряничной долине. Увидела печку. Аленка открыла трубу и печка задышала. Как в одной сказке. А в какой сказке? Вы тоже пишите в комментариях. Печка дала в вознаграждении ключ огня. Трехслойный браслет золотого цвета с коричневыми узорами. Два конца браслета напоминают огненную форму. Как мы узнали из древней книги, ключом может обладать тот, у кого есть схожие силы. Или его потомки обладали такой же силой. Об этом рассказал Кощей в конце серии «Пророчества», когда говорил о свойствах ключа. В сериале ключом обладала не только Аленка. В серии «Огненный гость» огненный деф управлял браслетом через Сашу. Огненный деф состоит из камней и лавы. Каково же свойство ключа огня? С помощью него Аленка может создавать искры, огненные бомбы, призывать огнебесиков и освещать помещение. Переходим к следующему ключу. Ключ воды. Перед его появлением зеркало пророчеств дала расплывчатую загадку. Силой шторма окружен, сильным ветром поражен. Кто сумеет ураган заглушить, тот истинный мастер ветров и штормов. Откроется вам браслет силы таков. В серии «Под водой» ключ получила Снежка. Браслет хранился в ракушке. Сказочный патруль увидел, что фонтан был заморожен. И решили узнать, что там происходит. Морок притворился рыбкой. Но в этом подводном мире все было заморожено. И только он был не заморожен. Это было странно, но сказочный патруль не придал этому никакого значения. Они увидели затонувший корабль. В этом корабле была ракушка. И точно такая же рыбка, тоже замороженная. Сказочный патруль с недоверием посмотрел на морока. Когда они разморозили подводный мир, тогда и вскрылось, что рыбкой был морок. Но морок заполучил этот браслет. И тогда он заморозил всех. И даже Снежку. Но Снежка смогла заполучить браслет. Ключ воды. Это ключ голубого цвета со снежными узорами. Он помогает Снежке стрелять шариками, которые замораживают объекты. Больше про этот ключ нам ничего не известно. Ключ земли. Это браслет темно-зеленого цвета с природными узорами. Два конца браслета напоминают форму лианы. Его охранял дух леса. Маше нужна была святая вода, которую она еле-еле выпросила у одного дедушки. Когда она шла к дереву жизни, она увидела оленя. Он был духом леса, но Маша этого не знала. И она потратила всю священную воду, чтобы излечить этого оленя. Она приходит к дереву жизни и говорит, что у нее нет святой воды. И тогда дерево жизни начинает помирать. Но приходит дух леса и говорит, что Маше он выручает ключ земли. И он сам вылечил древо жизни. Ключ воздуха. Ключ темно-фиолетового цвета с узорами. Два конца браслета напоминают форму ветра. У Вари была подруга в детстве, Селеста. Она жила в воздушном королевстве. Сказочный патруль еще не узнала, какая история произошла у Вари и у Селесты. Когда на воздушное королевство напал морг, сказочный патруль быстрее хотели помочь. Но Варя отказалась ехать с ними. Потом Варя пришла в самую нужную минуту. И они спасли воздушное королевство. Итак, какая же у них история? Сейчас расскажу. В детстве они очень дружили с Селестой. Она была королевой этого воздушного королевства. У Селесты еще были две другие подруги. Но Варя была лучшей подругой. Они проводили очень много времени вместе. И когда Варя в очередной раз пришла в гости и хотела пройти к Селесте, эти две подруги сказали, что Селеста больше не хочет ее видеть. А на самом деле это было не так. Они просто хотели от нее избавиться, чтобы они стали лучшими подругами. А Селесте она сказала, что пришла Варя и заявила, что она больше не хочет дружить с Селестой и ушла. Но потом, когда они победили Морока и восстановили воздушное королевство, они помирились с Селестой и снова стали лучшими подругами. Селеста вручила Варе ключ воздуха. Ей он передавался из поколения в поколение. С помощью ключа Варя может вызывать более сильные ветра. Хотя, вроде бы, план повелителя провалился. Но мы еще не знаем, что будет, если все четыре браслета собрать воедино. Может быть, тогда повелитель отберет у сказочного патруля эти браслеты, создаст один браслет, и тогда он сможет уже завладеть двумя мирами. Потому что проход он запечатал, но теперь он может его открыть. Такой артефакт может управлять всеми стихиями. Возможно, именно этот артефакт хочет получить повелитель, чтобы обладать всей силой, как перчатка бесконечности. Мне осталось разобрать только один вопрос, который касается магических браслетов. Кто настоящий повелитель? Подозрительный слуга Визирь? Или, может быть, сам сказочник? В серии «Волшебный город», когда Влад и Аленка хотели попасть к сказочнику и шли вдоль дороги, там стояли странные статуи. Если внимательно присмотреться, то можно предположить, что это окаменевшие бывшие служители замка, закрывающиеся руками от магии. Невозможно предположить, что сказочник не замечает эти статуи. Либо он настолько глуп, либо он и есть повелитель. Другой момент, который я заметила, это флаг. На нем изображена кошачья лапка. Временный правитель, как сам себя называет сказочник, так бы делать не стал. А может, под смешной и нелепой оболочкой скрывается злодей. На этом все. В следующей серии я вам расскажу теории про родителей Аленки и остальных девчонок. С вами была Виталина. Вы были на канале Мультимир Шоу. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на красную кнопочку под видео. Ставьте лайки. А еще смотрите новые видео здесь, здесь, здесь и здесь.